Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, и мне бы хотелось сделать небольшой такой вопросик вам, зарядить большой вам вопросик сначала, прежде чем отвечать на то, что вы спрашиваете, потому что не очень понятно, ну хотелось бы лучше понять вас. Вы пишете, значит недавно мы с мужем сильно поссорились, сейчас живем отдельно. Оба очень хотели помириться, но мешает одно, когда мы поругались, родители мужа решили рассказать ему одну историю. Далее вы как бы приводите эту историю, там понятно, что вас подозревают в измене, вы это отрицаете, в общем, ладно. Далее, муж при любой ссоре это мне напоминает, говорите вы. Он говорит, что вы в руне и что наши семью не построишь. Вот непонятно. Если вы недавно с мужем ругались и живете отдельно сейчас, то при какой же ссоре он вам это напоминает? Если как я понял, рассказали родители вашему мужу эту историю тогда, когда вы поссорились. То есть я не очень улавливаю хронологию событий, по крайней мере вот так, как вы описываете ее. Если первоначально было что? Вот первоначально что было? Ссора или история? Получается, что вы вначале поругались, потом была история и теперь история мешает вам помириться. А проблема изначально, по которой вы поругались и из-за чего вы отдельно сейчас живете, вы решили или нет? Вот что важно. Потому что история, это очевидно, что родители вашего мужа не хотели, не желали, чтобы вы были вместе и подлили просто-напросто масло в огонь. А мужчин, естественно, верят, потому что, как бы, это его родные люди. И знаете ли, сложно не поверить, когда тебе говорят, вроде как, твои самые близкие люди. Дело не в этом. Дело в том, что если изначальная проблема ссоры пришла, и она больше не даст вам ошибернать, то это одно. Тогда можно говорить о том, что в самой этой истории однажды нужно спокойно. То есть, понимаете как? Доказывать что-либо вашему мужу смысла никакого нет, потому что он не поверит, если не хочет. И, видимо, доверия к вам у него не было и раньше. Потому что, ну, вот если человеку доверяешь, то кто бы что не говорил про него, пока сам не убедишься или пока доказательств не будет, то есть не слова, а доказательства, то не поверишь. А раз мужчина поверил, значит родители вскрыли в нем то, что у него было к вам. Хорошо. Предположим, что не все. Можно доказать. Предположим, что, ну, как бы он поверил им на слово. Ладно. Вы никак при всем желании не сможете доказать обратное. А вот это было десять лет назад. Другое дело, что вы, знаете, на что можете указать своему мужу? Вот так вот просто спокойно. Вы можете указать своему мужу на то, как родители относятся к вам вообще. То есть вот на протяжении всех десяти лет, как они относятся к вам. То есть что они делали для вас, что они не делали для вас. Просто поднимите всю цепочку, всю линию поведения родных мужа к вам. И покажите своему мужу, какой им резон обманывать его. И если вы считаете, что родители обманывают, если то, что они говорят, неправда, значит у них есть мотив, есть стимул это делать. Какой стимул вам нужно поколдать мужу? А ему нужно убедиться, что этот стимул есть. Проявляется этот стимул как бы в поведении. Его не скрыть. И вот этот стимул указит на возможность того, что родители действительно могут обмануть. Это то, что касается того, как доставить мужу поверить. Заставить человека поверить нельзя. Доверие либо есть, либо его нет. И вы вот это вот скажите своему мужу, а дальше вам лучше всего занять позицию такую, достаточно твердую. То есть, я тебя никогда не обманывал. Нигде за мной никаких обманов ты не видел. Я всегда тебе была верна. Вот вклянусь самым дорогим, самым святым. Если ты мне не веришь, мне лучше жаль, ты меня этим оскорбляешь. Все. Как бы. То есть, вы сказали, никаких там унижений, никаких оправдываний вам делать им не нужно. Потому что это, это, на самом деле, то есть, только еще больше вас дискредитируют. А дискредитируют в чем? Ну, собственно, заставляют людей думать, что вы действительно виноваты. Заставляют людей думать, что вы действительно что-то там скрываетесь. Ну, вот, такова природа человека. Если он видит, что человек обрадуется, значит, действительно не прав. Ну, спорить с этим смысла как бы нет, к сожалению. Я понимаю, что вам неприятно. И вот то, что вам неприятно, и нужно донести до мужа. То есть, подобрать определенный тон, такой разочарованный, такой грустный, такой, я бы сказал, разбитый. Чтобы сказать мужу о том, что не ожидали от него того, что он оплатит вам таким недоверием за 10 лет вашей преданности. Вот. Так же, так же, вам не мешало бы задать ему вопрос. По аналогии с тем вопросом, который я уже предлагал вам задать в контексте родителей. Какой у вас мотив лгать мужем? Какой у вас мотив обманывать? Это было 10 лет назад. Как бы, ага, когда вы либо еще не были женаты, либо только-только начинали свои жизни, и мало ли что там было. Ну, какой у вас мотив обманывать? Ну, вы могли бы признаться и сделать, чтобы это было правдой. В конце концов, увлечение могут быть у всех. И вы не человек. Ошибиться вы можете. Поэтому, ну, можно сказать ему о том, что, какой у вас мотив обманывать? И как это, главное, укладывается в вашу линию поведения? Ну, вот, все, что было за 10 лет. То есть, вместо того, чтобы самой оправдываться перед мужем, вы на него перенабравьте необходимость самому себе объяснить, а зачем вам врать? Для чего? Что от этого получится? И вообще говоря, насколько это вписывается в то, как вы себя ведете. Вот. Дальше. Дальше. Как вести себя с родителями мужа? Здесь что-то встречается в том, что с родителями мужа вам вести себя желательно, ну, крайне деликатно, если бы, как бы это тяжело не было, выдержано спокойно и обходительно. Потому что сейчас каждое ваше слово неосторожно, каждое ваше поведение тоже неосторожно, будет расцениваться ими, как, ну, как совершенно что-то негативное и, вообще-то говоря, доказывающее только лишь то, что вы виноваты в чем-то. Если вы этого не хотите, а я уверен, что вы этого не хотите, то давать повод родителям мужа явно не стоит. Ничего хорошего из этого не получится. Для вас, по крайней мере. Им вы все равно ничего не докажете, ну, единственное что, можно спокойно спросить, зачем они такой поклёп на вас возводят, спокойно, прямую же спросить у них об этом. И, собственно, ну, как можно дать вопрос совершенно такой откровенный, совершенно такой прямой, мол, что вы им не нравились никогда, если да, то чему не нравились, чем не нравились, чем вы им не угодили, что вы, по их мнению, делали не так. Спокойно. И может быть, и очень может быть, что они вам скажут, что им вас всегда не нравилось. И это можно будет использовать как мотив для того, чтобы вас оклеветать. Это можно будет использовать как мотив для того, чтобы, ну, показать мужу его, показать мужу мотив, и тем самым будет очевидно, для чего они хотят вас, ну, как бы, оболгать. То есть это вот у них такая цель, поэтому. Вот. Далее. Родители вполне могли ошибиться. Ну, я, конечно, не знаю всех торкостей, история все равно требует некоторых дополнений, но, тем не менее, родители могли принять кого-то за вас, ну, и, собственно, машина, может быть, тоже, ладно, мужу, и так далее. То есть все это надо вот вместе, там просто вот всем вместе собираться, по-хорошему, и вот все это обсуждать. То есть сидеть, и как бы сидеть, и они приговаривать все, что они видели, все, что они говорят, вам в лицо, чтобы сказали, мужу, чтобы еще раз повторили, ну, и чтобы вы это все услышали еще раз. То есть, чтобы они, если они действительно говорят то, что они видели, ну, пусть расскажут это еще раз лично вам. Чтобы у вас была возможность себя оправдать. А получается так, что они это сделали, и у вас даже нет возможности так-то себя защитить, себя оправдать, и вообще как-то, ну, реанимировать в их глазах, и в глазах мужа. Также желательно, вот, ну, очень желательно спросить у них, опять-таки. То есть, смотрите, встретиться с ними для обсуждения этой ситуации спокойно, без криков, без, там, негатива, без агрессии, как цивилизованные взрослые люди. Вот. Это ваши права. И родители, если им нечего скрывать, если они действительно как бы верят в то, что они говорят, и это действительно считают правдой, они от этой встречи отказываться не будут с вами. В этой встрече вы можете у них же, кроме всего, между прочим, спросить. вот вы говорили, что молчали об этом эпизоде, потому что не хотели рушить семью. Хорошо. Не хотели рушить семью. А что изменилось сейчас? Почему вы решили, что сейчас рушить семью? Мощно. Ну, поругались мы с вашим сыном. Ну, поругались, да, были родногласия, там была ссор. Но почему вы решили, что сейчас именно наше семью может нарушить? Что изменилось? Пусть они скажут вам об этом. Если по их мнению что-то изменилось, это тоже мотив. Это точно мотив вас оболкать. И пусть все это слышит ваш муж. Ну, и лицо, и что-то видит, и так далее. Если его все это не убедит, значит, между вами уже давно нет доверия. И мужчина не верит в вам не потому, что он действительно обижен, оскорблен, или что-то еще, а просто потому, что уже давно между вами нет доверия. Уже давно между вами нет близости уже, уже давно между вами нет понимания. И может быть ссора, как раз таки, она и является проявлением этого. Проявлением того, что у вас уже давно, еще до этой истории наблюдается проблема. И может быть дело здесь не в этом обстоятельстве, потому, что если мужчина вас любит, он может а, ну и пусть, и больше. Ну, какая разница? Ну, ладно, ну, в конце концов, было это давно уже, ну, о чем сейчас говорить, о чем понимать эту тему, мало ли, что там было. Если мужчина вас любит, он мог бы сказать так. Но я так не сказал, он за это вступляется. И он вступляется за это для того и потому, что вот, собственно, есть какие-то проблемы, видимо более, но более глубоких уровней. Он не готов через это переступить. Он не готов просто на это так закрывать глаза. Почему? Потому что у него, вероятно, есть и свои собственные предназрения, свои собственные претензии к вам. Вот об этом и нужно уже с ним разговаривать. То есть, как, хорошо? Ладно. Я вижу, как бы это вы говорите, я вижу, что ты настроен решительно, вот, в контексте этой ситуации. Хорошо. Просто скажи мне, что мешает тебе, именно тебе, поверить мне? Вот просто. Родителям ты веришь, потому что ты их любишь, они близкие люди. Ладно. Но и я. Я ведь тоже твой близкий человек, вроде как. И ты меня тоже вроде как любишь. И я тебя люблю. Так что мешает тебе поверить мне? Просто спросите, вот что мешает? Вот родителям он верит, им, ему верить ничего не мешает. А что мешает поверить вам? Какие моменты? Неужели только эта ситуация и все? Я не думаю. Вот когда все это будет выяснено, выяснено, когда все это будет, как бы, проговорено, и все. Ну, тогда, собственно, вам и можно сказать то, о чем я в самом начале упомянул. Это то, что, собственно, вы не собираетесь оправдываться. Вам очень жаль, что мужчина вам не верит. Если не верит, значит, это с его стороны нету к вам доверия, значит, нет уважения, значит, нет любви. И все, что он говорит, что без доверия не построишь семью, это в первую очередь относится к нему. Не к вам, а к нему. Потому что именно он начал сомневаться в вас. Не вы в нем, а он в вас. Проблема в нем, на самом деле. Если мужчина любит вас, он это поймет, ну, вы это скажете, и как бы нужно оставить человека, да? Потому что, ну, понятно, что дальнейший разговор будет только попыткой спровоцировать вас на оправдывание себя. Оставить его, пусть подумает, что ему важнее, и тогда он уже примет решение. Раз такая произошла ситуация. Вам нужно быть готовой к любому решению, уважать решение человека, ну и в случае его негативного исхода поблагодарить мужчину за то, что он, за то время, что он прожил с вами, и, собственно говоря, начать диалог о разводе. Потому что жить с тем, кто вам не верит, вы не хотите. Вот так. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу». если вам понравился понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за внимание!